Получается идеальный сетап. У нас крупный медвежий рынок. Он убирается в этот долгосрочный тренд, в два стандартных отклонения. Отклонения перепродаются, срабатывают все сигналы технического анализа. Прямо в тот момент, когда мой опережающий индикатор говорит о том, что экономика начинает восстанавливаться, а основание формируется. Как бы это идеальный сигнал. А теперь еще и институционально заходит. Появляется регуляторная ясность, Соединенное Королевство, Европа, Швейцария, Австралия, Гонконг, Сингапур и скоро США. А вишенка на торте — биткоин ETF. Вот она. Поехали. Основатель и генеральный директор Real Vision Рауль Паул считает, что для обычного рынка у нас образовался идеальный сетап, за которым последует ралли для таких криптоактивов, как биткоин, эфир и солана. Паул настроен особенно по быче на эфир и солану. Он считает, что множество вариантов использования обеих сетей позволит инвесторам получить по крайней мере 5х от предыдущих низов. Паул предсказывает дальнейшее движение крипто, основываясь на определенных показателях, как на имеющихся базовых показателях, так и на предшествующих макрособытиях. Со стороны макро-показателей Паул объясняет, что быстро старущее население, а также огромные долги большинства развивающихся стран, означает неустойчивость среды с высокими процентными ставками. В итоге, макрогуру ожидает, что центробанки, включая ФРС США, вскоре начнут смягчать свои строгие денежно-монетарные политики. Такой поворот, конечно, будет значить и сокращение ставок, поэтому центробанкам не придется тратить выше уровня роста ВВП, чтобы рефинансировать свои крупные займы. По словам Паула, мы можем ожидать дальнейшего обесценивания валюты США и других крупнейших рынков между концом этого года и начала 2025-го, так как в этот период большинство центробанков будут рефинансировать свои займы. Согласно расчетам Паула, сокращение процентных ставок и дальнейшее обесценивание валюты приведет к значительному росту цен активов, как это и было в предыдущие циклы. Но есть два интересных показателя, которые особенно связаны с крипто, которые, по словам Паула, также указывают на идеальный сетап для будущего взрывного бычьего рынка. Первый — это растущая волна, происходящая регуляторной ясности в индустрии криптовалют. Это было в Европе, в Югей, в Швейцарии, Австралии и Гонконге. А также множество разговоров происходило для того, чтобы сделать то же в США. С ясными и четко зафиксированными регуляторными правилами, все больше институциональных инвесторов будут с комфортом развещать части своих портфелей в индустрию крипто. Но еще одна вещь, из-за которой Пол смотрит по быче, особенно на биткоин, и другие криптовалюты, это одобрение с под биткоин ETF. И в отношении заявок BlackRock и Fidelity, макрогуру считает, что шансы их вскоре увидеть являются очень большими. Пол изложил свои доводы в пользу надвигающегося буйчьего крипторынка в своем недавнем интервью Options Insight. Макрогуру рассказывает о своем тезисе универсального кодекса и эпохе экспоненциального развития ИИ. И пока мы готовим вам это интервью, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте под видео лайк и черканите комменты. Этим вы очень поддержите наши труды. Спасибо, пожалуйста, и поехали смотреть. Основной тезис в том, что старение населения и наличие высокого долга не сможет удерживать высокую ставку долгое время. Я доказал в своей работе общий кодекс, думаю, что доказал, что общий рост баланса центробанков США, Соединенного Королевства, а также Европы и Японии, является всего лишь монетизацией процентных платежей. В итоге то, что они делают, так это обесценивает валюту, чтобы выплачивать проценты, потому что процентные ставки очень высоки. Это говорит нам о том, что либо центробанки начнут активно печатать деньги, сохраняя ставку в 5%, либо они эту ставку снизят довольно быстро. Я думаю, что в этом и заключается эта игра. С текущим трендом ВВП в США на уровне 1,75%, процентную ставку нужно опустить примерно на этот же уровень, так как долг правительства составляет 100% ВВП. Поэтому если процентная ставка будет составлять 1,75%, и рост составляет 1,75%, то весь ВВП пойдет на оплату правительственного долга. А это не будет устойчивой системой, помните, что у частного сектора дополнительно еще 120% долга. Так что вот в чем заключается суть, и на чем построен универсальный кодекс. Если у вас есть эта основа понимания, что они должны опустить ставки до уровня роста ВВП или ниже, то вы понимаете, что мир работать не будет со ставками выше 2%, точнее 1,5%. Поэтому, чтобы это абсолютно точно получилось, им нужно искоренить все инфляционные ожидания, чтобы потом они их смогли сократить до 1,5%. Вот что сейчас происходит. Потому что они знают, что им придется рефинансировать в 1,5% или ниже. Иначе федеральный баланс взорвется экспоненциально. Сколько осталось время? Все начнется в конце этого года, а разгонится в 2024 и 2025. Будут огромные проблемы, так как либо произойдет полный коллапс экономики, так как правительственные процентные ставки поглотят весь экономический рост и схлопнутся, забрав и частный сектор, или придется экспоненциально раздуть федеральный баланс, что станет кошмаром. Это приведет к потере контроля над системой, если быть неосторожным. Вот в чем, я думаю, и заключается текущая игра. Вот почему Джером Пауэлл так упрямится в отношении ставок, даже с учетом, что все, включая его подопечных, с базовым пониманием того, что могут перспективные экономические показатели сообщить. Да, мы убили рост, из-за этого убили инфляцию. Ему просто нужно снизить процентные ожидания, чтобы снизить процентную ставку до полутора процентов. Если он сможет обуздать базовую инфляцию до отрицательного уровня, что я думаю реально, то получит зеленый свет, опустить ставки до полутора процентов. Так, как только ты это поймешь. И смотри, Яллен управляет ФРС. Нет никакой разницы между управляющим Банкой Японии и министром финансов. Нет никакой разницы между казначейством и ФРС. Нет никакой разницы между европейским центробанком и правительствами. Они полностью и все в этом замешаны, так как ничего без их ведома не делается, и они это все понимают. Теперь, почему я назвал общим кодексом? Он был разбит на несколько разных подходов, но все они дали одни и те же ответы. И они следующие. Мы можем прогнозировать основу, опираясь на либо тренд, либо опираясь на процентную ставку, либо на демографию, но все дают один и тот же ответ. И если я смогу прогнозировать наперед ликвидность, а ликвидность, будучи основой... Многие люди неправильно понимают термин ликвидности, в отличие от меня. Если я смогу спрогнозировать до 2026, а NASDAQ с этим коррелирует на уровне 97%, я смогу спрогнозировать и активы до 2026. Теперь, это все тезис, это гипотеза. Вот почему я ни одну из этих целей не показываю публично. Но что это нам говорит? А то, что это одна сделка. Поэтому, как я говорил, вы покупаете актив с наилучшими показателями роста. Я говорил об этом в начале года, весь прошлый год, о том, что произойдет. И если я сейчас посмотрю на рост актива, то, очевидно, биткоин вырос на 83%. Следующая, моя крупнейшая экспоненциальная возрастная корзина, 71%. NASDAQ 42%, а S&P 17%. Мы видим результаты абсолютно такие, как я и ожидал. И это без значительной денежной стимуляции. По сути, денежное стимулирование шло в боковике, но ставки год к году выросли. По словам Рауля Пала, дальнейшее обесценивание денег, что неизбежно происходит со всеми фиатными валютами, вызовет повсеместный рост цен по всем активам. С некоторыми активами, такими как S&P, вы сможете лишь сохранить свое богатство. Даже если их цена растет, вы на самом деле не зарабатываете по причине происходящей девальвации ваших денег. Для других классов активов, например, как бонды, которые обычно дают около 3,5% годовых, в то время как американский доллар девальвирует на уровне 7%, вы, наоборот, лишь будете терять свои деньги. Единственный класс активов, который вам поможет сохранить ваши деньги, и даже их увеличить на фоне постоянно девальвирующих фиатных денег, это акции техкомпаний и крипто. Но давайте вернемся к интервью, где послушаем предсказания Пала относительно эры экспоненциального роста. Кэти Вуд для меня немного больше на периферии. Я больше сосредоточен на макро, а техкомпании для меня всегда казались переоцененными, поэтому они мне не нравились. Но я вижу, что многие интересные технологии появляются, все это правда круто. Но как любитель макро, я это особо не понимаю. И так было до того момента, пока я не сел и не увидел обесценивания денег, и понял, как и всех обгоняет по показателям NASDAQ. Я такой, что я здесь не понимаю? И я начал смотреть на крупную картину. То, что я называл экспоненциальной эпохой. Это связь, объединяющая все эти технологии вместе, полностью ввергающей в хаос все, что мы знаем. И тогда, моими ожиданиями было, возвращаясь в 2020, что мы станем свидетелями крупнейшего темпа развития технологий, которые когда-либо видел мир в кратчайшее время, так как многие из этих технологий уже были известны. Но они еще не были готовы для публики. И блокчейн был одной из них. Это было скорейшее распространение технологий, которые когда-либо видел мир. Но мой тезис построен вокруг ИИ, работостроения, данных, вычислений, интернета вещей, генетики, генетической науки, электромобилей, всего-всего этого. Это огромная территория, и я подумал, боже, ведь это все произойдет одновременно. И как мы, черт возьми, с этим всем справимся? Это как четвертый поворотный момент, когда мы полностью все переосмысливаем. И в 2020-м я обо всем этом написал. И мне все ответили, что я полный ебанат. Я был тогда как наркоша Кэти Вуд. Я тогда не мог это видеть. Я был идиотом. Я начал покупать, точнее не покупал до 2022-го, когда я начал усредняться примерно с мая на этой крупной распродаже, увидев эту возможность. Обычно я делаю шаг назад, использую крупную логарифмическую шкалу на графике с зонами стандартных отклонений. Я их легко могу сделать на Блумберге, когда происходят на 2-3 стандартных отклонения в перепродаже, то это как единственный шанс в жизни закупиться на уверенном тренде. Поэтому я начал закупать свою корзину. После чего люди говорили, что это глупо, пока не произошел ноябрь 2022-го. И появился ИИ. И я такой, боже. И к февралю OpenAI увеличил базу пользователей с нуля до 100 миллионов за 5 недель. И мир полностью поменялся. И это всего лишь начало. Ну то есть, у нас на подходе роботы, самоуправляющиеся автомобили, я думаю, через год или полтора, Тесла окончательно это сможет сделать. Мы видим, это происходит повсеместно. Мы увидим, что повсеместно будет все происходить быстрее и быстрее. Совершенствование ИИ, это как начальный уровень, рост вычислительных мощностей, например, NVIDIA. В дополнение к этому, еще один уровень, дополнительной реальности и энергетический уровень. Удешевление стоимости электричества, что будет вызвано электромашинами, зеленой энергией и атомной. Все это повлияет на падение цен на электричество и станет производственным чудом. Со временем. Наш мир сейчас — это стареющее население, высокие долги и медленный рост. А производительность снижается и снижается. Поэтому придется какое-то время потерпеть. И все это отразится на балансе центробанков, которые будут вынуждены это все субсидировать, переход от ископаемого топлива. Пока это не получится завершить. И чем быстрее мы это сделаем, если мы посмотрим на инфляцию с точки зрения цены на нефть с 1960-го, около 40 баксов. Это фиксированная себестоимость для всего производства. И технология означает больший выход с одной бочки нефти, переводя все в электричество. Если получится снизить эквивалент этой бочки с нефтью до 10 долларов, то получится коэффициент 4х. Это ебнуться как много. Это изменит для человечества буквально все. Если получится сократить себестоимость электричества приблизив к нулю, вы измените весь результат для всего сообщества. И я думаю, что это точно то, что вам и нужно делать. И да, я думаю, что придется немного потерпеть, но им это нужно делать. Что-то типа этого США делало в 1940-х, 50-х годах. Новый курс Рузвельда, когда они перестроили всю инфраструктуру с нуля. После чего произошли 1960-е, когда произошел бум, и Америка бурно развивалась где-то до 2000-го года. Ророль Пал считает, что центробанки начнут закачивать экономику миллиардами долларов очень скоро, что станет триггером массивного ралли для крипторынков.